Территориальное общественное самоуправление «Импульс» работает уже пятый год. За это время общественники успели реализовать семь грантов. Первым их грантовым проектом стал Центр патриотического воспитания «Наследие». В помещение сделали ремонт, завезли оборудование. В Центре проводят патриотические мероприятия, выставки, встречи с ветеранами и военными. Например, в этот раз для школьников провели лекцию, приуроченную к празднованию 80-летия Ульяновской области. Рассказали об истории и важности главных атрибутов региона – флага, герба и гимна. Флаг появился в 2014 году. То есть такая колонна, да, синий цвет олицетворяет красоту, величие. Колонна является историческим символом самодержавия. И корона символизирует местное самоуправление. На этом патриотическое воспитание в поселке не ограничивается. Благодаря победе в конкурсе президентских грантах в ТОСе открыли электронный тир. У ребят есть отличная возможность безопасно пострелять из винтовки, автомата Калашникова, пистолета Макарова. Благодаря современному оборудованию ведется быстрый подсчет очков и учет данных. В тире можно сдать нормативы ГТО. Идея создания тира родилась, вспоминая, скажем, наше советское прошлое. Потому что в каждом районном центре в городе Вилянске было несколько тиров, где стреляли люди из воздушек. Сейчас в воздушке как бы не так уж это актуально, интересно. Поэтому мы решили создать современный электронный интерактивный тир. У нас закуплено оборудование, электронный компьютер, экран проектора, винтовки. Кроме того, ТОСовцы привели в порядок парк «Патриот». Также помог конкурс. Участок благоустроили, установили лавочки, фонари, архитектурные формы. На центральной дорожке выставили стенды с историями от подвигов жителей Майны со времен Первой мировой войны по наши дни. Самоуправленцам помогает ассоциация ТОС Ульяновской области и Центр развития предпринимательства. Всего в Майинском районе функционирует 20 территориально-общественных самоуправлений. Наш центр оказывает поддержку в написании грантов. И за время существования ТОСовского движения в Майинском районе привлечено грантов на более 30 проектов на сумму более 20 миллионов. В этом году победителями конкурса президентских грантов стали 25 ТОСов. Передовиками среди них стал Майинский район, который выиграл 6 грантов. Стоит отметить, что ТОСовское движение развивается. В этом году благодаря грантам уже привлечено около 18 миллионов рублей. Тогда как в том году было всего 20 миллионов рублей. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, Управда ТВ. Кирилл Савосин, Управда ТВ.